приветствую вас дорогие друзья меня зовут малина добро пожаловать на канал mortal spiritus и сегодня мы поговорим с вами о правилах построения взаимоотношений с темными духами и самое первое это уважение почему-то многие религии мира и некоторые магические традиции говорят о том что без или дьявол создан в этом мире для того чтобы нас провоцировать деформировать у нас какие-то пороки с целью разложить и сломать нашу душу на самом деле это большая ошибка если мне не нравится есть фасоль я ее не буду есть даже в блюдах высокой кухни то же самое в отношении так называемого греха или страсти если нет предрасположенности то человек и не будет реализовывать так называемую страсть темный может попробовать спровоцировать вас дабы проверить сможет ли он сформировать в вас одержимость или каким-то образом зафиксировать свои энергии и здесь уже влияет ваша сила воли осознанность и рациональный подход к жизни темные духи любого уровня инферно умны и сознательны и как бы не пытались религиозные деятели или некоторые русские народные сказки очернить данный образ эти сущности обладают просто феноменальной сознательностью и скоростью мышления меня весьма удивило интервью одного из представителей русской православной церкви который заявил то что им приходится блокировать ясновидение и яснослышание в человеке с целью чтобы без не мог вернуться и соблазнить человека эти сущности настолько сознательны то что они всегда найдут своего даже если его пытаются перекрестить а еще создадут сценарий найдя слабый элемент в эгрегоре русской православной церкви для того чтобы выбить этого человека и вернуть к себе обратно некоторые демонологи предлагают весьма интересную картину организации взаимоотношений с темными которая заключается только лишь в имитации преданности верности и желание сотрудничать на равных условиях очень глупо не осознавать что это высокоорганизованные существа которые прекрасно считывают ваше внутреннее состояние поток мыслей и отчасти результат обрядов и так называемый откат зависит не только от корректной ритуальной работы но и внутренней настройки сотрудничество с темными возможно в нескольких вариантах это коллаборация и второй вариант тот самый когда нам предлагают использовать имена божии или какие-то другие методы для того чтобы подчинить себе темного превращение практика такого характера в корм рано или поздно поздно или рано здесь только вопрос времени темные предпочитают сотрудничать с сильными самоуверенными волевыми личностями ведь только такие подобны выдержать испытания которые устраивают представители инферно на самом деле работать с ним действительно очень сложно в первую очередь нужно себе преодолеть страх в противном случае мы встретимся с сущностями которые питаются нашими эмоциями если они найдут нащупывают это так называемое слабое место они будут нас провоцировать 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 и не обязательно на страх они могут использовать гнев разочарование отчаяние сексуальное возбуждение то если речь касается инкубов и суккубов здесь самое главное контроль и не дать собою завладеть через эмоцию если человек пытается взаимодействовать с какими-то архи демонами то духов нужно обязательно испытывать при первом же контакте потому как зачастую представители нижних планов инферно очень любят себя выдавать за важного сильного и всемогущего демона также если контакт уже установлен я настоятельно рекомендую отслеживать все эти образы которые будут транслироваться в виде каких-то ментальных посланий или сновидений потому как очень часто повторюсь инферно любит маскироваться под представителей высших планов разговаривать с вами давать рекомендации и вообще вступать с вами в интимную близость во снах подумайте нужно ли это например азазелю осмодею вообще взаимоотношения с темными это всегда интересный процесс только в том случае если вы остаетесь сознательной и рациональной личностью если есть какие-то психологические проблемы депрессия панические атаки лучше отказаться от настройки контакта или обучения до тех пор пока вы не стабилизируетесь потому как представители нижних инферно которые почувствуют от вас отклик они будут искать эту слабую точку для того чтобы начать воздействовать на вас и питаться вами и из представителями высших планов будет достаточно сложно выстроить контакт потому как у людей у которых есть психологические проблемы у них очень высокая высокий уровень страха если вдруг демона решит проявиться например через дым у вас может случиться минимально паническая атака и более страшном варианте инсульт или еще что-то по ужасе когда мы едем по дороге с оживленным движением ни в коем случае нельзя отпустить руль в противном случае все будет фатально и возможно смертельно то же самое в взаимоотношениях с темными контроль и осознанность это главные и основные правила которые вы должны для себя выяснить неважно в какой традиции вы работаете западные чернокнижие русская чернокнижие или гуэтия ну что же на сегодня у меня все прошу вас поддержать меня подпиской и лайком берегите себя близких помните о безопасности и да пребудет с вами сила